ФМ на Дону Большой информационный час Продолжается Большой информационный час на ФМ на Дону В студии по-прежнему Инбилан Здравствуйте В этой половине часа мы поговорим о глобальных трендах в интернет-маркетинге и рекламной продукции В целом и гости нашей студии Кандидат экономических наук, основатель и генеральный директор рекламно-производственной группы Инжини Александр Куянцев Здравствуйте, Александр Добрый день И гендиректор рекламной компании VCGI Инна Никиточкина Здравствуйте, Инна Добрый день Могли загадать желание, кстати Да, мы, кстати, да Это точно Также вы, уважаемые слушатели, можете принимать участие в нашей беседе Телефон прямого эфира 200 ровно 2519 Если есть вопрос нашим гостям, звоните, задавайте Ну, давайте, наверное, для начала определимся Очень много ходит разных, так сказать, высказываний о маркетинге Что это и с чем его едят Инна Маркетинг Сейчас достаточно большое количество людей, которые могут называть себя маркетологами И конкретно интернет-маркетологами, SMM-щиками Вот, это и студенты, и профессионалы, которые очень долго работают в этой сфере Это такая, скажем, ну, достаточно обширная тема Я хотела бы, Юсузи, да, поговорить конкретно про SMM Сошел медиа маркетинг Это такая новая тема Относительно и в городе, и в России, собственно Современная, да Очень много в этом слове и проблем, и плюсов, и минусов Непонятного много, я бы сказала Очень много непонятного, да На что хочется обратить внимание Специалистов много, да, вот Как бы выбрать нам того самого лучшего, да, которого нужно задействовать К себе, задействовать В какой-то проект Рекомендации, да, возможно, сработают беспроблемно, да Какие-то отзывы Прежде всего, самое главное, это нужно обратить внимание на юридические моменты То есть прежде, чем вы начинаете работать со специалистом или с агентством Обязательно подписывайте договор Потому что сейчас огромное количество людей, которые пострадали таким образом Ну, потеряли, собственно, свои аккаунты, да, в социальных сетях Мы никогда, ну, то есть наша компания, да, не начинаем работать заказчиком без юридических документов Ну, то есть это важно По итогу, конечно же, отдаем все аккаунты, пароли, логины и так далее Вот это на что нужно обратить внимание Второй момент Какая цель вашего проекта в социал-медиа-маркетинге? То есть цель должна быть четкая абсолютно, да Это не должны быть просто абстрактные цифры, бюджеты и так далее Потому что все в интернете и в социальных сетях соизмеримо цели А цели бывают разные Можно сделать и на пять тысяч проект, да, какой-то маленький, минимальный, да Можно сделать и на миллион, то есть, ну, в зависимости от, собственно, возможности Размаха Да И тут уже работаем в зависимости от цели и бюджета Вот как-то так Александр, есть что добавить? Да, у меня, конечно, есть что добавить, потому что, вы знаете, тема действительно очень обширная Инна великолепно рассказала со своей стороны Мне остается добавить, наверное, если в общем и вкратце говорить о маркетинге Ну, знаете, если у вас, вы предпочитаете один товар другому Это маркетинг Значит, где-то хорошо поработали маркетологи Начиная от хорошей четкой идеи и постановки целей Для какой аудитории разрабатывался продукт Визуализации, как он должен выглядеть Если также вы, допустим, идете и на полке магазинов выбираете Конкретно опять один продукт, а не другой Или десять стоящих рядом Это также поработали хорошо маркетологи Да, меня сейчас могут поправить, что это мерчендайзинг больше Но все-таки, согласитесь, это часть маркетинга И, как вы абсолютно правильно сказали Сейчас у нас действительно в маркетинге очень много непонятных вещей На мой взгляд, это процессы тоже нормальные Поскольку в нашей стране это все, ну, очень относительно такое молодое направление И надо отдать должное, очень динамично развивающееся Если говорить о тенденциях развития рекламного рынка Почему старые методы не работают? Старые методы? Я бы сказала, что они работают Я не могу сказать, что они не работают неправильно Парируйте Парирую, да Дело в том, что работает сейчас интеграция между всеми видами рекламы Вот это работает лучше всего То есть если мы делаем какой-то проект, в котором участвует и радиостанция, и телевидение, и журнал, и социальная активность в социальных сетях То есть весь проект в комплексе, это замечательно, это лучше всего И наружная реклама в том числе, да, вот дополню Вот поэтому работает все, но интегрировано С умом к этому нужно подходить Если брать отдельно какой-то вид рекламы, да, слабину дает конкретную То есть если брать один журнал, я не могу как специалист сказать, что хорошо это работает, не могу, я не имею на это права, потому что журналы сейчас, к великому сожалению, они пострадали И их аудитория, она сузилась Вот, они, конечно же, большие молодцы, они выбирают какой-то путь, да, для выживания Этот путь — открытие каких-то дополнительных ресурсов Это, возможно, порталы, их сайты, странички В меру интернета сейчас, пожалуйста, если вы хотите Конечно, да То есть вот так Александр? Почему не работают старые методы, да Или наоборот работают, да, вот как говорит Тина Или работают Вы знаете, я, наверное, более углублюсь немножко в некоторые, может быть, производственные вещи, благо мне это ближе И на их чуть-чуть затронуло, я с этим тоже не могу не согласиться, потому что, действительно, то, что касается, например, рынка печатного, рынка полиграфии Он очень сильно сейчас меняется Он меняется потому, что, скажем, те же, допустим, раз журналы уже с этого и начну, раз мы их затронули Да, действительно, мы даже там 3-5 лет назад еще видели достаточно большое количество печатных изданий рекламных И у нас в городе, да и, в принципе, они по стране были И которые продавались и распространялись бесплатно Сейчас это уже, они перешли в такой более, ну, если не люксовый сегмент, то с такой высоких, достаточно дорогой премиум, как правило Да, они распространяются бесплатно, но тематики там уже, ну, такие, на достаточно востребованного клиента Если, допустим, здесь брать, например, рынок книжной продукции Он, конечно, изменился и меняется очень, такой, колоссально, на мой взгляд Мне посчастливилось еще в далеком или недалеком, я не знаю, 2010 году быть на Франкфуртской международной выставке книжной И вот там это очень четко прослеживалось на международном уровне Когда из-за обилия у нас сейчас и активного развития там электронных различных устройств Там как электронные книги, там, допустим, интернет и так далее, и так далее Конечно, книжная печать очень сильно снизилась Но мы со своей стороны тоже наблюдаем, что, допустим, очень сильно вырос так называемый self-publishing Когда люди пишут там или восстанавливают, скажем, стихи своих родителей, например Какие-то мемуары, воспоминания, и книжки уже издаются, ну, такими единичными тиражами Вот, и эта часть, допустим, очень активно развивается То, что касается, допустим, наружной рекламы Мы видим, что, во-первых, и в наш город, я имею в виду в столицу Донскую В нашу пришли очень четкие стандарты в плане наружной рекламы Мы это тоже смотрим, нам, наконец-то, четко показали, какие конструкции можно вешать, какие нельзя Все приводится к единому стандарту Спасибо общему развитию, спасибо чемпионату нашему и так далее, и так далее И, в принципе, это по стране тоже распространяется такая тенденция Это видно, что, в общем-то, сильное, скажем, рекламное засилие рекламных вывесок, оно как бы отсутствует Появляется вкус, появляется единый стиль, это тоже очень приятно Наконец-то Наконец-то, да Сейчас многие очень говорят, что развивается у нас интернет, да, как раз-таки реклама А вот, например, опять же, тоже телевидение, та же радиостанция, та же газета, даже, да, журнал Они остаются где-то позади, как вы думаете? Ну, и это ближе к мятам Остаются ли позади? Да, остаются ли позади? Потому что многие все-таки отдают предпочтение социальным сетям, как ни крути Не хочу обижать СМИ и говорить, что они остаются позади, нет Конечно же, те, скажем так, компании, да, которые думают, правильно думают и в правильном направлении, они, безусловно, будут на плаву Они будут стоять в лидерах А думать здесь нужно конкретно, в каком направлении? Да, развивать дополнительные свои ресурсы Неважно, это телевидение, это радио, либо это журнал В любом случае нужны дополнительные какие-то бонусы, да, для своих клиентов И все будет хорошо Так, Александр? Ну, вы знаете, конечно, мы это тоже наблюдаем, да, со своей стороны Хотя мы не так связаны с интернетом Мы однозначно признаем, видим его огромную роль Если, опять-таки, допустим, брать, например, полиграфическую продукцию То мы видим даже, я бы сказал, вымирание некоторых видов полиграфии рекламной Как, например, флайера, да Сейчас нам всем понятно, что, ну, его нужно напечатать, его нужно раздать Не факт, что он сработает А это затраты? Да, это затраты Гораздо эффективнее вложить эти же средства в интернет Найти действительно хороших специалистов, которые покажут, как сделать это эффективно Вот, поэтому, да, интернет однозначно развивается Это очень хорошее такое направление, очень перспективное Если говорить в целом о рекламе в России, да, с какими трудностями сталкивается реклама? Я бы сказала, трудности в том плане, что очень быстро развивается интернет-маркетинг Он развивается с невероятной скоростью Мы за ним не успеваем Мы не успеваем, да Профессионалы не успевают за тем, что происходит нового, собственно, да То есть если мы сегодня говорим с клиентом и подписываем договор на одну тему А завтра мы уже узнаем что-то новое И нам приходится звонить, объяснить, что, вы знаете, мы это не можем сделать Это уже, собственно, неактуально Это уже, собственно, неактуально Появилось что-то новое То есть если профессионалы, да, еле-еле угоняются, да, за этим То как же тогда простому специалисту разобраться во всем этом Вот в этом сложность, да Но я очень надеюсь, что когда-то вот этот быстрый поток Он все-таки как-то устаканится, да И мы все-таки придем к каким-то стандартам и к нормам, по которым мы сможем работать Сейчас мы этого сделать не можем Мы просто живем в каком-то хаосе Таком, в правильном хаосе, который развивается Александр? Ну, вы знаете, то, что касается, значит, каких-то проблем, там, трудностей в России Мы со своей стороны наблюдаем трудности Вообще, наверное, в каждой сфере очень много сейчас изменений каких-то Прежде всего, наверное, если в глобальном смысле брать Это такие фундаментальные вопросы Это трудности, ну, наверное, образования прежде всего Потому что у нас, во всяком случае, мы не видим, может быть, есть какие-то положительные примеры Хорошего качественного образования в сфере рекламы У нас зачастую люди не понимают, как, к сожалению, к великому, как клиенты Так и коллеги по цеху Какие цели вообще реклама должна преследовать, скажем так Нам очень часто приходится клиентам объяснять, что, вы знаете, когда к нам приходят и говорят Я хочу, чтобы мой товар лучше продавался Мы говорим, мы не сможем продать ваш товар Если вам это скажут, это, ну, немножечко обман будет с нашей стороны Почему? Потому что все-таки цель хорошей рекламы и рекламной кампании Нагнать к вам клиентов А ваша уже задача, ну, научить ваших сотрудников, чтобы они хорошо его продали И вот таких вопросов, на самом деле, очень много Вопросы, связанные, допустим, с... Ну, мы уже не можем этого отрицать Потому что на всех официальных каналах об этом говорят С кризисными явлениями, из которых мы сейчас активно все выходим Страна выходит Они однозначно были, они есть И мы под них смогли, благо, приспособиться Ну, и опять-таки, с учетом того, что у нас реклама не так давно в принципе в стране Относительно ведущих стран в этом плане присутствует Я, конечно, присоединяюсь опять к ИНИ в плане того, что наблюдается некая такая спешка Хаос, некое такое брауновское движение В котором, в принципе, вырисовываются уже определенные тенденции Это тоже уже приятно И, наверное, все-таки о специалистах, если говорить, да То, может быть, по старинке еще преподают вот ту рекламу, которая была когда-то модной А сейчас нового, в принципе, никто же не развивается, правильно? Зачем напрягаться лишний раз? Вот как преподавали, так и преподают И такие же специалисты, собственно, и выходят Никакие Если говорить о рекламно-сувенирной продукции Что происходит с ней? Александр, к вам вопрос Я начинаю Смотрю на Инна Вы знаете, рекламно-сувенирная продукция Давайте небольшой отрезок времени возьмем Допустим, мы здесь видим отрицательный Наверное, с этого начнем Отрицательный, это все-таки вот эти последствия этого кризиса Потому что все-таки структурные изменения в рынке есть Очень много ушло, скажем так, зарубежных производителей Которые исключительно были Я прежде всего там имею Турцию, Польшу Те, которые поставляли там даже в свое время Штаты поставляли очень неплохие товары Там Германия Вот, любимый Китай, родной он остался Как же без него, да И вы знаете, но приятно осознавать то, что, во-первых, появилось очень много отечественных производителей То есть импортозамещение работает у нас не только в сельском хозяйстве Вот, приятно осознавать то, что у нас с большим умом И, наверное, вот начало формироваться то, что называется опытом Начали подходить, в принципе, к сувенирной продукции То есть, если раньше это было, ну, примерно рассуждение Я среднестатистического клиента беру сейчас Чтоб никого не обижать, ничего Здесь примерно такие рассуждения У меня остался в конце года бюджет Ну-ка, напечатаю-ка я, ну, ручек, например, да, с блокнотами И раздарю всем, чтобы вот смотрели на мой логотип Но сейчас, во-первых, уже подходят к вопросу Зачем мне это нужно? Что для меня, что мне это даст? Какой от этого будет плюс? И, в конце концов, очень грамотно стали подходить к дизайну Мы видим очень часто, что вместо, например, там, ручки и блокнота Стали появляться хорошие, действительно, очень качественно проработанные наборы, например, подарочные Блокноты сейчас вышли, например, потрясающие просто модели Там блокнот, например, который сразу идёт и интегрирован с зарядным устройством Для мобильников, например, да, или там для планшетов Вот, это тоже очень интересно И таких тенденций очень много Приятно то, что это начало восприниматься и у нас в Ростове И, в принципе, в Донском регионе Потому что мы сталкивались, например, с тем, что мы в 2011 году первые сюда привезли Мы, к сожалению, не знали, мы этим не занимались Мы это не производим, честно говорю Пряничные дома и имбирные пряники там брендированные В 2011, когда мы начали предлагать это на рынок И нам многие крутили пальцем виска и говорили Да вы что, это ерунда, мы подарим на Новый год, например, календарь ежедневник, календарь плани Традиционно Да, это всё так И несмотря на то, что по внешнему виду это было просто потрясающе, уютные и очень действительно душевные такие подарки Вот, у нас был очень хороший производитель, наш партнёр московский тогда Но вот этого не понимали Когда в 2013-2014 самые первые ласточки увидели этого здесь Оказывается, что это не такая, не очень плохая идея, оказывается, была Например, то же самое, если раньше было там, что касается рынка пишущих принадлежностей, брендированных опять-таки Раньше была очень чёткая политика, мне нужна ручка, самая дешёвая, как правило То и средняя цена, прошу прощения, минимальная цена тогда начиналась порядка 4,5 рублей Вот, мы тогда клиентам объясняли, смотрите, вы наносите свой логотип туда Вот, это как минимум уже, ну, как-то будет на ваш имидж играть Как минимум ещё плюс 10, да? Да, 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 вот, ну, конечно, это будет к цене, да Но это будет на ваш имидж как-то играть Либо ручка развалится в руках и будет мазать, либо я ей с удовольствием, как ваш клиент Или просто буду пользоваться и смотреть на ваш логотип Поэтому всё-таки мы рекомендовали всегда вкладывать чуть-чуть, ну, более качественный товар брать Слава Богу, это тоже приходит Вот, поэтому есть положительные вещи, это очень-очень приятно Как думаете, есть ли шанс у Донского региона, да, вот в преддверии чемпионата Всё-таки, чтобы сувенирка рекламная, вот это, бренд Донского региона выстрелила как реклама Для других стран, для других регионов Вы имеете в виду бренд именно... Ну, Ростов Именно Ростова, да Да, именно Ростова Вы знаете, вот бренд Ростов вообще для меня это лично очень интересная тема Потому что я однажды присутствовал на одном мероприятии, которое здесь у нас проводилось И был приглашен очень знаменитый один эксперт, мировой Который вводил очень многие печатные и медийные издания на рынок российские Вот, и он говорил, что я никогда не забуду этих слов Он говорит, вы знаете, мы когда-то работали... Тема стояла имидж Ростова Вот, он говорит, мы когда-то работали над имиджем Амстердама Ну, извините, Амстердам раньше, если вы помните, там 15-20 лет назад Он ассоциировался, ну, если цензурно сказать, с улицами красных фонарей И теми вещами, которые запрещены в любых других странах Сейчас это все-таки больше Голландия, цветы, это какие-то там вафли, это какие-то подобные такие вещи И все дело в том, что у Ростова я, например, не могу сформировать, а какой вот имидж И мы постоянно формируем, вот у нас очень часто бывают запросы Нужен донской подарок, а какой? Рыба Рыба? Ну, раки, да, что-то нужно такое Вот символа, допустим, мы не можем такого найти, однозначного Единственное, что я очень солидарен здесь с вами в плане того, что сувениры, допустим, с логотипами чемпионата, уже мундиале непосредственно Они, да, эта волна поднимается сейчас очень хорошо Я думаю, что она должна очень хорошо пройти, потому что мы уже видим такие прецеденты, когда наносятся, продаются И у нас тоже заказываются, есть такие заказы, когда мы тоже выполняем это для разных клиентов Ин, если вернуться к интернет-маркетингу, то что можно сделать самостоятельно, а где все-таки уже нужна помощь профессионала? Самый распространенный вопрос Да Все время хочется знать, что же можно сделать бесплатно Ну, для начала, наверное, самому стать специалистом в этой области, ну, по крайней мере, стараться это делать Почаще читать порталы, которые так или иначе связаны с интернет-маркетингом Самому руководителю компании, предприятия, да, вникать, полностью контролировать этот процесс Потому что по-другому никак В противном случае маркетолог и вы, руководители, друг друга не поймете Потому что язык такой очень тяжелый, очень сложный, такой профессиональный жаргон Вот прям присутствие, да, в социальных сетях, непонятный Вот, первое, да, обучаться самому, повторюсь Второй момент Но бесплатного, по сути, ничего нет, к сожалению Да, это было на начальном этапе, когда только развивались социальные сети Сейчас бесплатно вы можете только сами отфотографировать Написать текст, если вы журналист Если у вас есть хорошие связи и коммуникации со СМИ, с лидерами мнений, с блогерами Да, с ними как-то договориться У нас любимое слово бартер есть, да, который я не люблю, но он же ж есть Как же без него, да Да, если вы владеете всеми этими ресурсами, да, возможно, как-то можно Медленно, очень медленно, но вывести свою группу в какой-то топ Вот, но на это нужно, что, время, это временной ресурс Есть ли он у руководителя, есть ли он у маркетолога, я думаю, что нет Поэтому, конечно же, нужно прибегать к платным методам И сейчас без этого никак Нужно, к сожалению, прийти к такому заключению, что в социальных сетях бесплатного практически сейчас ничего нет Нужно платить и за контекстную рекламу, и блогерам, и крупным сообществам, и все это официально Вот мое заключение То, что, в принципе, хороших маркетологов нет, мы уже это поняли, да, как обстоят дела с МММщиками И какие критерии все-таки должны соответствовать хорошему Критерии СММщика или критерии проекта? Нет, СММщика СММщика У специалиста Ну вот смотрите, тут тоже такой момент Мы рассматриваем аутсорсинг, либо это штатный сотрудник, да, СММщик Это две разные вещи Штатный сотрудник? Да Если это штатный сотрудник, то, соответственно, это должен быть не один человек, как правило Потому что, да, это замечательно, когда один может все, да, он и журналист, и корректор, он и аналитик, он и маркетолог, он у нас историк И он все у нас может, да, и дизайн даже делать Я могу петь, еще я могу танцевать Да, но этого не бывает, это просто на вес золота, да, такой человек Поэтому, конечно, если вы хотите, чтобы у вас в штате были свои люди, которые занимаются социальными медиа Вы обязательно должны развивать свой штат Брать и контент-маркетолога, и журналиста, и фотографа, и аналитика, и маркетолога И человека, который делает контекстную рекламу в социальных сетях, общается с блогерами То есть это вот прям целая работа Это тогда будет профессионально В противном случае, если это будет один человек, штатный сотрудник, да, вы на него просто взвесите колоссальный объем работы Которую он не потянет, и будут проблемы Я думаю, что сейчас мне поаплодируют эти соменщики, которые сейчас идут Вот, если говорить на аутсорсинге Если давать на аутсорсинг На аутсорсинг, там, конечно же, все попроще, там просто есть цель, да, вы приходите в компанию, которая занимается интернет-маркетингом Да, вы говорите сначала цель свою, все-таки зачем вам это нужно, да, потому что цели бывают разные И вам уже интернет-агентство выставляет, так сказать, счет Вот, и по всему этому вы уже потом работаете, да, вот как-то так Ну что ж, к сожалению, мало времени у нас есть до конца эфира Напоминаю нашим слушателям, что говорили мы сегодня о трендах в интернет-маркетинге и рекламной продукции в целом И гости нашей студии, кандидат экономических наук, основатель и генеральный директор рекламно-производственной группы Инджини Александр Куянцев и гендиректор рекламной компании VCGI Инна Никитачкина Еще раз услышать это интервью вы сможете сегодня вечером с 6 до 7 На этом День на Билан с вами прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok